Вас приветствует сервер Урбанс. Введите имя пользователя. Введите пароль. Доступ разрешен. Иван Ульпах спрашивает меня. Дмитрий Юрьевич, естественная информация, что вы увлекались музыкой, самбо и парашютным спортом. То есть ваше увлечение не ограничено каратэ. Про многих спортсменов и тренеров также известно о широте их взглядов и увлечениях. Например, Игорь Перков увлекается бразильским джиу-джитсу. Елена Воробьева, не спевающая для себя, занимается фортепиано. Евгений Ильмов занимается кроссфитом. Максим Дегик увлекался йогой и так далее. Есть ли четкая взаимосвязь между развитием мышления, кругозором личности и достижением в области спорта? Либо это больше. Физические наработки, эмоциональный настрой. Или все индивидуально. Если глобально спросить в практическом смысле, то стоит ли родителям в ребенке целенаправленно искать и развивать скрытые способности, помимо каратэ? Будь то музыкальные, математические, танцевальные, либо какие другие. Или со временем все само встает на свои места. Вы знаете, со временем, к сожалению, редко все встает на свои места, потому что всегда люди попадают в какие-то события, в какие-то ситуации. Всегда приходит тот, к сожалению, кто может что-то испортить или сломать. И вы должны быть к этому готовы. Если брать всех, кого вы перечислили, естественно, увлечение людей характеризует их. Музыка, она помогает развиваться слуху. Как ни странно, но в каратэ и вообще в спорте умение слышать, слышать четко, слышать правильно, понимать тонкости настроения, а это все музыкальный слух, позволяет вам стать немного другим человеком. Примеров достаточно тому, что люди, которые владеют музыкальным слухом, по-настоящему увлекаются музыкой, они, естественно, слышат то, что не слышат другие. Потом, если брать моих учеников, то того же Игоря Пеплова, джиу-джитсу для него не является каким-то таким второсортным делом. Нет, он стал чемпионом Европы, призером мира. То есть везде, во всем я старался научить своих девочек, мальчиков, сейчас так можно сказать, потому что они по возрасту именно таковы ко мне относятся, научить чему-то большему и добиться результата в том, чем ты занимаешься. Ну, допустим, музыку, если брать, у меня много своих песен, я играл в ансамбле. Мне интересно было освоить не только игру на шестиструнной гитаре, это и бас-гитара, и ударные инструменты, и фортепиано, естественно, там я в меньшей степени умею, конечно, но гитара и бас-гитара это мое, ударник то же самое. Поэтому всегда, когда человек чем-то занимается, и есть возможность добиться помимо своего вида в чем-то еще, это его преимущество. Ее преимущество в мышлении, его преимущество и умение использовать то, что, к сожалению, не дано многим людям. Развивать способности обязательно нужно, но большой и сложный процесс увидеть это, потому что многие люди заставляют своего ребенка делать то, чего он не хочет совершенно, или вообще у него сильное отрицание к этому. Это ошибка большая, вы только ребенка удаляете от себя, а вот почувствовать и понять, что действительно его, это самое главное. У меня много детей, да, даже это стало слишком много детей, и только двое из них, а их 8 всего, 7 вернее, только двое из них стали действительно хорошими мастерами в спорте. Все остальные, кто-то стал врачом, кто-то стал иным человеком, кто-то занимается фитнесом, не буду тему расширять, но я всегда старался дать ребенку то, на что он настроен. Я никогда не занимался, допустим, своим средним сыном, ну, которому недавно было драться, допустим, к примеру, или там заниматься борьбой. Хотя я научил карате, научил борьбе с самбо, Леша такой у меня и сын, он имеет очень многое, но он стал врачом. И это его кредо, я всегда старался сделать так, чтобы мой сын, мой парень мог научиться тому, чего у него лежит душа. И я считаю, что у меня получилось, практически все дети вышли в люди. Я хочу, чтобы вы все подумали об этом. Наступит момент, когда вы дойдете до изнеможения, и вам захочется сдаться. Вопрос вот в чем. Сдадитесь ли? 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 Продолжение следует...